Амур, батюшка. Книга первая. Глава вторая. В Перми из уральских переселенцев, съехавшихся туда из разных деревень, была составлена партия. Назначили партионного старосту. И вскоре крестьяне двинулись сибирским трактом за Урал. Великий путь от Камы в Забайкалье шли они около двух лет. Первоначально высшие чиновники, распоряжавшиеся переселенцами, рассчитывали, что они смогут передвигаться зимами и быстро достигнуть щиты. Откуда должно было начаться их плавание по рекам. Но в сибирские морозы ехать с семьями по степям и тайге оказалось невозможным. И крестьяне останавливались в богатых деревнях. Нанимались к сибирякам в работники. Эх, Сибирь. Сибирь. Еще и теперь, как вспомнят старики свое переселение. Есть им о чем порассказать. Велик путь сибирский. Столбовая дорога. Пошагаешь по ней. Покуда достигнешь синих гор байкальских. Насмотришься людского горя. Ноготы и босоты. И при вольной жизни на богатых заимках, и степных просторов, и диких темных лесов. Попочует тебя кто чем может. Кто тумаком по шее. А пьяный встречный озорник, из томских ямщиков бичом. Богатый челдон с сибирскими пельменями. Подадут тебе под окном пшеничный калач, и лепешки с черемухой. Приласкают и посмеются над тобой. Натерпишься ты холоду и голоду. Поплачешь под березой над свежим могильным холмом. Поваляешься на телеге в разных болезнях. Припалит тебя сибирским морозцем, польет дождем. Посушит ветром. Увидишь ты и каторгу. И волю. И горе. И радость. И простой народ. И господ в кандалах. Этапных чиновников, скупых казначеев. А более всего наглядишься кривды. И много мимо тебя пройдет разных людей. И плохих и хороших. По томскому кулаков. Гужеедов. Переселенцы покупали знаменитых сибирских коней. Хороши томские лошади. Высоки, могучи. Груда идут шагом. А телега бежит. Старых, изъезженных, избитых коняк продавали лошадникам. На томских поехали живей. Осенью на Енисея, у перевозов, во время шуги скопилось много переселенцев. Начались болезни народ мер повально. Приезжали доктора, чиновники, полиция. Переселенцев остановили на зимовку. Впоследствии енисейских старожилов за то, что они помогали переселенцам хоронить умерших. Прозвали гробовозами. За Енисеем стала стеной великая тайга. Как вступили в нее переселенцы. Так уж во всю жизнь не видали ей конца. Сколько бы ни ходили. Велика эта тайга. Зайди-ка в нее, в самую чащу. Сядь в сырые мхи да одумайся, где ты, и что залез вокруг тебя. И что ты такое против всего этого. И такая тебя возьмет лихота, что и не рад станешь. Уж лучше ехать и не думать. Такова-то сибирская матушка тайга. На исходе второй зимы, когда уже начались оттепели и морской лед трещал так же гулко, как гремит гром в июльскую грозу. Переселенцы, перевалив по льду Байкал, вступили в Забайкальские горы. Грозно, как облака. Уходили они вдаль голубыми снежными белками. Новая страна, великая. Дикая. Неведомая стояла перед толпой оборванных, усталых крестьян. Начались деревни староверческие. Улусы некрещеных и деревни крещеных бурят. Казачьи заимки и богатые крестьянские села, растянувшиеся в узкую улицу, на долгие версты по тесным и хмурым горным долинам. Снег стаял. Зацвел бледно-розовый багульник. В тайге посвистывали бурундуки. Наступила Забайкальская весна. Но переселенцам не радоваться хотелось, а плакать безудержно и безутешно. Больно вспоминались свои покинутые пашни и родная весна. Совсем не похожая на здешнюю. Тут дикие камни, обросшие мхами и лишайниками. Каменистые крутогоры, с высочайшими ветродуйными рогатыми кедрачами. Холодный ветер и казавшиеся хитрыми темнолицые люди. А по долинам и по дорогам пески и сосны. Повсюду стадо скота. Кое-где пашни. Жизнь тут была какая-то чужая. Не похожая на сибирскую даже. Русские люди лицами походили более на азиатцев. Суровые. Скрытные и неразговорчивые, они жили в неприветливых домах. Их избы сложены были из толстейших бревен, тяжелые ставни запирались с железными болтами. Обнесенные высокими бревенчатыми чистоколами или городьбой из жердей, их заимки выглядели казенными укреплениями, а не крестьянскими домами. По-российски гостеприимные и разговорчивые ссыльнопоселенцы, которых на родине мужики боялись бы, как бывших каторжников. Тут были для переселенцев самыми желанными людьми. Они жили в перемешку с коренными сибиряками и называли их гуранами, дикими козлами. Старожилы сами называли себя так в насмешку над своей дикой жизнью. С русскими дружили и кумовались буряты. Этих скуластых. Внешне как бы безразличных ко всему наездников, вихрем носившихся по горным долинам на своих низкорослых гнедых лошаденках, переселенцы встречали повсюду. Крещеных бурят, русские называли братскими. Отдельным племенем жили красивые. Рослые и светловолосые староверы. Здесь их называли семейскими. У людей этих. У казаков. Братских. Семейских. Иссыльнопоселенцев. Были разные обычаи и свое особенное хозяйство, отличное от соседей по устройству и по способам его ведения. Хотя и много общего было у всех. Много чего присмотрели переселенцы по дороге такого. Что впоследствии должно было, как они полагали. Пригодится им на новоселье. В конце мая партия прибыла в Читу. Там уже скопилось к тому времени большое количество переселенцев, направлявшихся на Амур и на Уссури. Это были крестьяне Орловской, Тамбовской, Пермской, Вятской и Воронежской губерний. Часть их шла на переселение по доброй воле. Часть по жребию. Были тут и сектанты. И раскольники. И разный другой люд, почему-то неужившийся на старых местах и стремившийся забраться подальше в тайгу в поисках плодородных земель и вольной жизни. Под Читой. На хитром острове, раскинулось огромное плодбище. С верховьев Читинки и Ингоды. Каторжные Читинской колонии сплавляли лес. А переселенцы, объединившись по две-три семьи, строили себе паромы. Егор сговорился ладить плод, с камским земляком. Федором Барабановым. С которым шел всю долгую дорогу. Мельком знал он Федора на старых местах. Барабановы жили в одной из соседних деревень на Каме. Федор был в семье пятым сыном и ушел в Сибирь потому, что не ладил с братьями. Он знал, что от отца после раздела много не получит, а на малом не мирился. Был он мужик хитроватый. Рисковый и по-своему смелый. Он не побоялся пойти на Амур. Втайне намеревался разбогатеть там во что бы то ни стало. Но всю дорогу охал. Жаловался на свою судьбу и всего опасался. Чиновников. Докторов. Бродяг, конокрадов. Разбойников, холодов. Болезней, голода. Плохих дорог. Но, несмотря на свои страхи. Всегда лес нарожен первым. Был он порядочный торгован, как называли его переселенцы. И всю дорогу барышничал. Не без выгоды сменяв шесть штук лошадей на пути от Томска до Читы. Егор и Федор как бы дополняли друг друга. Егор был крепче и тверже Федора, а тот был похитрей и на язык ловчее, и мог из всякого затруднения придумать выход. Так, пособляя друг другу. Мужики благополучно осилили многие помехи и печали. Жена Барабанова. Низкорослая силачка Агафья. Выносливая и терпеливая. Была во всех делах советчицей и помощницей своего мужа. Но нередко и помыкала им, если он плоховал. Агафья бралась за любую мужскую работу и делала ей не хуже мужиков. На Ингоде на плотбище. Ворочая бревна, она немного отставала от Егора. А Федора, случалось, и опережала. Плоты, или паромы, строили по-сибирски. Укладывая широкие плахи на длинные арты долбленые толстые кедровые стволы. Переселенцам присылали на помощь солдат и каторжников, чтобы долбить арты и платить. В начале июня суда были готовы и нагружены. Переселенцы двинулись вниз со вторым сплавом. Первый ушел еще в мае следом за льдами. Поплыли скалистые берега сначала Ингоды. Потом шилки. Мрачные теснины. Хвойные леса. До усть, стрелки миновали семь маленьких почтовых станций. Семь смертных грехов. Экая тоска. Экая скучища на этой шилке зимой. Подумал Егор. Услыхав такое прозвище здешних станций. На вторую неделю пути выплыли на Амур. За усть стрелкой солдаты-сплавщики, направлявшиеся в Хабаровку, указали китайскую землю. Разницы не было. И тут и там все было одинаково. Она ничем не отличалась от своей. По реке шло движение, как на большой дороге. Сплавлялись вниз купеческие баркасы. Баржи с солдатами. С казенными грузами и со скотом. На плотах плыли казаки из Забайкалья и везли целиком свои старые бревенчатые избы. Попадались китайские парусные сампунки, полные товаров. Ближе к Благовещенску стали проплывать пароходы. На возвышенностях релках виднелись распаханные и засеянные казаками земли. На правом вперемешку с таежками, как назывались тут перелески. Попадались китайские деревни. Немало было разговоров про китайцев. Егор ходил в деревню смотреть, как они живут. В душе немало удивился тому, что увидел. Уж очень аккуратны были китайские пашни. Хоть и малы. И все росло. Овощи, хлеб. Кругом тайга и луга. Деревня обведена стеной из самана. На устье Зеи. В Благовещенске. Переселенцы получили порционы. Сухари. Соль. Побывали на многолюдном базаре и в солдатской церквушке подле строящегося собора. Перед крестьянами открывалась еще одна новая страна. Тайга, чем ниже спускались по реке, становилась веселей, кудрявились орешники. Радовали глаз дубники, липовые рощи. На лугах росли сочные буйные травы. А на зеленых косогорах, и на русской, и на китайской сторонах реки, свели красные и желтые саранки, и пушистые белые марьины коренья. Маньчжуры подплывали к каравану на лодках. Торговали овощами и дичью. Несли какую-то тарабарщину. Хватали русские монеты. Но кредиток не брали. Эх, взяли меня, как с гнезда. И унесли. Чего только я тут не нагляжусь. Невесело и растерянно говорил дед Кондрат, проплывая расположенный неподалеку от Благовещенско-Маньчжурский городок, с бойким базаром на берегу. С мачтовыми лодками у пристани. С золочеными крышами кумирни и с глинобитной крепостью. Вскоре китайские деревни исчезли. На обеих сторонах реки стояла сплошная грозная тайга. И с каждым днем все выше вздымались скалы. Кое-где в распадках приютились казачьи посты, несколько свежерубленных избенок до огороды. Амур, зажатый в каменной теснине, шел местами как между стен. Река зашумела. Повлекла плоты быстрей. Конец второй главы. Продолжение уже скоро.